20 километров ада и тупик. Итоги 50-дневного контрнаступа ВСУ. С начала украинского контрнаступа прошло уже 50 дней. Несмотря на колоссальную помощь со стороны Запада, обещанного прорыва не произошло. Контрнаступление разбилось, а российские линии обороны. О провале ВСУ на днях заявили президенты Беларуси и России. Таких же оценок придерживаются многие западные эксперты и СМИ. Чиновники на Западе признают, что ситуация тяжелая, однако все еще обещают, что перемоги впереди. В Украине мнения разделились. Кто-то готов убрать Крым, а кто-то готов отдать России пятую часть территорий, называя это суперисторическим шансом для Украины. Что говорят о контрнаступе ВСУ в Беларуси, России, Украине и странах Запада, рассказываем в обзоре Белта. Контрнаступления нет? Какие оценки дают Лукашенко и Путин? 23 июля президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным отметил успехи российских войск в ходе специальной военной операции. «Вчера непростой был день, это по нашим данным. Вы потом тоже скажете свое мнение. Очень сложный был день. К счастью, так прилично закончился. По нашим данным, более 15 леопардов уничтожено и более 20 Брэдли за один бой. Такого, по-моему, никогда не было, чтобы иностранных», – сказал белорусский лидер. Он подчеркнул, что уничтожение такого количества техники свидетельствует и о больших потерях в личном составе ВСУ. «Можно прикинуть, к сожалению, сколько погибло солдат там со стороны ВСУ, когда столько техники уничтожено. Я это знаю, потому что на бронетехнике мне пришлось служить офицерам в свое время. Поэтому я понимаю, что такое уничтожить столько БМП и, главное, хваленых этих леопардов». Президент Беларуси также привел данные оценок США, которые свидетельствуют о безвозвратных потерях ВСУ в 26 тысяч человек со времени начала контрнаступления. Вчерашний день показывает, что войну приходится вести против всего блока НАТО, вооружение их, наемников уже подключили немало. И что немаловажно, почему вчерашний день важен, подключают основные стратегические резервы. Это говорит о том, что бездумная эта политика, бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет. Владимир Путин во время встречи заметил, что иностранные наемники тоже несут значительные потери. «Большие из-за своей тактики», – подтвердил Александр Лукашенко. «Из-за своей глупости», – уточнил российский лидер. Он также подчеркнул, что общественность стран, правительство которых сейчас посылает людей в зону боевых действий, тоже должна знать о происходящем. «И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», – сказал он. Белорусский лидер констатировал, что контрнаступлений со стороны украинских сил нет. «Нет, оно есть, просто оно провалено», – заметил на это Путин. Продолжая тему, президент Белоруссии обратил внимание на усиление военной активности НАТО в Польше. Что дальше? Они, это вы очень точно сказали недавно, начали подключать Польшу и активно подключают наемников. Я специально привез вам карту о переброске вооруженных сил Польши границам союзного государства, о чем вы говорили. Мы видим, готовится почва. Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Стояли в километрах 500, перебросили на 40 километров. Карту я покажу. Мы это все видим. И чуть больше 100 километров от Гродно. Вторая бригада перебрасывается. Дивизия у них, но пока бригады подошли. Открыли они ремонт леопардов, поляки на своей территории. И Жешуф активизируется. Аэродром, куда американцы перебрасывают технику и другие. Президент Белоруссии поблагодарил Путина за его заявление о гарантиях безопасности белорусской стороне. «Просто хочу вам сказать спасибо. Вы вообще первый в России человек, который об этом сказал открыто, четко и понятно. Не дай бог агрессия против Белоруссии. Это как против России. Мы это учитываем в строительстве наших вооруженных сил», заявил глава государства. Ранее, 21 июля, на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ Путин заявил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. Москва в этом случае ответит всеми имеющимися средствами. Путин отметил, что часть земель в Белоруссии хотела бы заполучить Польша. Также российский лидер сказал, что польские лидеры, вероятно, намерены под зондиком НАТО сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт в Украине и оторвать себе кусок пожирнее. Президент России, комментируя сообщение в прессе о создании польско-литовско-украинского воинского соединения, сказал, что его могут использовать для действий на территории Украины, в том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины. А по сути, если называть вещи своими именами для последующей оккупации этих территорий. Польские власти, как указал Путин, вынашивают реваншистские планы, но при этом не говорят правду своему народу. А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко, сказал он. Путин назвал очень опасной игрой попытки Запада вовлечь в конфликт в Украине больше стран. Запад усиленно разжигает огонь войны. Кроме того, президент России сказал, что Запад разочарован украинским контрнаступлением, которое было ранее широко разрекламировано властями Украины, но не имеет никаких результатов. Он отметил, что не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевские власти, ни поставки западного оружия, ни направления тысяч иностранных наемников и советников. Мы находимся в тупике. Как характеризует контрнаступ на Западе? Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что контрнаступление ВСУ идет тяжело. Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы по-прежнему рассматриваем вариант нескольких месяцев, заявил дипломат. При этом он считает, что контрнаступление находится еще на ранней стадии. В Госдепе отказались комментировать высказывания Путина о провале контрнаступления Украины. Ведомстве подчеркнули, что нынешние власти в Киеве получили от Запада все необходимое для проведения таких операций. Повторю, что с нашей точки зрения Украина располагает для проведения этого контрнаступления всем, что ей необходимо. Мы предоставили ей громадный объем военной техники, как и наши союзники-партнеры в Европе и других частях света, подчеркнул руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер. Он подтвердил, что такие поставки продолжатся, в том числе в ближайшие дни. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан также признал, что украинское наступление идет тяжело. Кроме этого, Украина теряет значительные силы в рамках контрнаступления. Между тем, по словам Салливана, Киев еще не задействовал основные силы в контрнаступлении. Украина располагает значительными объемами сил, которые она еще не направила в бой. Она пытается выбрать момент, когда направление этих сил в бой будет иметь максимальный эффект на поле боя, заявил он. Украинское издание «Страна» отмечает, что такой же тезис на этой неделе озвучил глава Генштаба США Марк Милли. И это, видимо, можно считать главным нарративом американского руководства для объяснения, почему анонсированное контрнаступление застопорилось. «Контрнаступление началось примерно 5-6 недель назад, и разные военные игры, которые проводились раньше времени, предусматривали определенные уровни прогресса. Оно замедлилось, потому что это разница между войной на бумаге и реальной войной», — сказал Милли. По его словам, украинское контрнаступление далеко от провала, несмотря на то, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось. «На мой взгляд, это далеко не провал. Слишком рано делать такие выводы. Это будет долго, это будет тяжело, это будет кроваво», — считает Марк Милли. Между тем, представитель разведывательного управления Минобороны США Джон Киршховер считает, что в военном плане ситуация в Украине зашла в тупик. «Мы находимся в тупике», — приводит слова Киршхофера «Бломберг». Он отметил, что украинской армии в ближайшее время не помогут ни кассетные бомбы, ни дальнобойные ракеты «Шторм Шэдоу». «Ни одно из них, к сожалению, не является святым Граалем, который ищет украинцы и который позволит им прорваться», — заявил Киршхофер. В Германии считают, что контрнаступление идет медленно из-за ошибок офицерского состава и плохих навыков ведения боя. Немецкое издание Bild ознакомилось с докладом Бундесвера о положении украинской армии. В докладе ВСУ подвергаются резкой критике. В частности, отмечается, что воинские подразделения ВСУ дробятся на маленькие части и действуют по отдельности. При этом единого ведения боя не прослеживается. Кроме того, тактика украинских военных не позволяет установить огневое превосходство. Все это нивелирует те навыки, которые были получены при обучении на Западе, а также техническое или численное превосходство. Нужны хотя бы малые, но победы, что говорят украинские военные. Украинское контрнаступление отстает от намеченного графика, признал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN. Он отметил, что боевые действия – это не компьютерная игра. Резников также настаивает на том, что наступательная операция идет по плану. Среди причин медленных темпов министр назвал нехватку боеприпасов и систем противовоздушной обороны. По словам Резникова, украинским военным пришлось расчищать вручную тропы через минные поля. У российских войск серьезная зона безопасности с минами, через которые очень тяжело прорваться, констатировал министр. Командующий сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что добиться быстрых результатов в ходе наступления сейчас фактически невозможно. «Мы хотим получать очень быстрые результаты, но в нашей реальности это фактически невозможно», – заявил генерал в интервью BBC. Сырский признает, что спустя месяц с лишним после начала контрнаступления оно идет не так быстро, как многие надеялись. И на востоке, и на юге Украины возведено очень много минных и иных оборонительных заграждений. У российской армии много укреплений, поэтому украинское наступление идет не так быстро, как хотелось бы Киеву. Украинский генерал также заявил, что для ВСУ имело бы важное значение освобождение Артемовска. И не только в символическом плане. Этот город важен со стратегической точки зрения, оставаясь воротами к ключевым городам региона. «Наши люди ждут побед», – говорит генерал. «Им нужны хотя бы малые, но победы». Россия имеет большое преимущество в радиоэлектронной борьбе, прежде всего в борьбе с дронами. Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает издание «Страна». По его словам, армия должна стремиться к тому, чтобы не применять зенитное вооружение или истребители для обезвреживания вражеского беспилотника. Подавлять его и принудительно приземлять нужно с помощью различных средств РЭП, которые в Украине, по его словам, начали развивать. В этом плане российские военные далеко опередили украинских, считает Игнат. «У России сегодня есть мощные системы, которые мешают работе наших сил обороны. У нее достаточно этих систем. Украина добилась прогресса в РЭП. Но мы поздно начали, надо было развиваться раньше», – добавил Игнат. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в распоряжении украинской армии меньше 10 месяцев, чтобы показать успехи на поле боя. Идет контрнаступление. «В целом, скажем так, идет. Успех будет. Но позже», – прокомментировал ситуацию глава ГУР Кирилл Буданов. Между тем, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный настроен чрезвычайно позитивно. В этом месяце он дал интервью «Вашингтон-Пост», во время которого пообещал вернуть Крым, даже если союзники на Западе будут против. «Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать, меня никто не остановит», – сказал Залужный. При этом он добавил, что не станет ни у кого спрашивать, нанося удары по территории России. Анти-контрнаступление. Каким выводом пришли западные СМИ? Журналисты New York Times в течение месяца находились вблизи линии фронта в Украине. За это время они убедились, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик. Украинские военные сталкиваются с рядом новых проблем, которые тормозят наступление, пишет газета. В частности, журналисты обратили внимание на усталость солдат ВСУ, дефицит боеприпасов, устаревшую технику. Кроме этого, украинская армия серьезно проигрывает российской в радиоэлектронной войне. За первые две недели изнурительного контрнаступления Украины было повреждено или уничтожено до 20% вооружения, отправленных ею на поле боя, пишет New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников. В основном речь идет о военной технике, поставленной Западом, танках и бронетранспортерах. Американский телеканал CNN отмечает, что изнурительное контрнаступление Украины не привело к каким-либо существенным прорывам, несмотря на то, что западные союзники выделили помощь на миллиарды долларов для укрепления военной мощи Киева и обучили сотни солдат. Если Украина говорит, что побеждает, то как выглядит проигрыш, задается вопросом американский журналист Брэдли Девлин. В своей статье под названием «Антиконтрнаступление» он иронизирует над словами украинского премьера Дениса Шмыгаля, который заявил, что Россия не достигла своих стратегических целей, а значит, Украина побеждает. Конечно, России в Украине пришлось труднее, чем ожидалось, но почти пятая часть украинской территории находится в руках Российской Федерации, пишет Девлин. Даже когда Шмыгаля публиковал эту статью, было ясно, что украинское контрнаступление проваливается. Единственное, чем Киев преуспевает в этом конфликте, это откровенное искажение целей России, которые, по его словам, заключаются в уничтожении Украины. По логике Шмыгаля, Украина будет побеждать до тех пор, пока она остается на карте мира, отмечает журналист. Американская газета Wall Street Journal пишет, что на Западе и в самой Украине осознали неготовность украинской армии к контрнаступлению, однако Киев все равно отдал приказ наступать. Когда этой весной Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия от снарядов до боевых самолетов, необходимых для вытеснения российских войск, но они надеялись на мужество и находчивость украинцев, пишет издание. И все же это не помогло. Минные поля, мощные фортификационные сооружения и работа российской авиации заблокировали продвижение украинских войск. Теперь эта компания рискует зайти в тупик, чреватой гибели людей и техники, без существенного изменения динамики, констатирует газета. Издание также отмечает, что быстрая потеря танков и БМП потрясла Украину и ее западных союзников. В Киеве считают, что вина лежит на Западе, который слишком мало и медленно поставлял оружие. Издание Military Watch Magazine пишет, что по меньшей мере треть БМП Брэдли, поставленных Украине в апреле, была брошена на поле боя, повреждена или уничтожена. Этому есть и визуальное подтверждение. Так, 47-я механизированная бригада Украины, прошедшая подготовку на Западе, всего за две недели потеряла 30% своих Брэдли. Ранее эти машины рекламировали в Пентагоне как убийцы танков. Долгожданное наступление на российские позиции, начавшиеся в начале июня, пока что привело лишь к огромным потерям в СУ, а также нанесло серьезный ущерб репутации ключевых систем вооружения, включая Брэдли и Леопард-2, резюмирует издание. Украина получила много западной бронетехники, такой как танки Леопард и боевые машины пехоты Брэдли, в преддверии контрнаступления. Но этого недостаточно, чтобы прорвать российскую оборону, пишет Business Insider. Минные поля – это проблема, что подтверждает большинство наблюдателей. Они ограничивают пространство для маневра и замедляют продвижение. Но гораздо большее влияние, чем минные поля. На возможность Украины прорвать российскую оборону оказывает неспособность Киева проводить сложные общевойсковые операции, что необходимо для защиты армии во время наступления, приводит издание слова военного эксперта Центра новой американской безопасности Шанца Штефана Гадди, который недавно побывал в Украине. Украина пытается прорвать оборону России, в то время как США требуют решающего прорыва, пишет Washington Post. Контрнаступление ВСУ идет без крупномасштабных успехов. Чтобы компенсировать слабости украинской армии, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывает западные страны предоставить Украине авиацию. Однако американские чиновники в частном порядке говорят, что западные самолеты не принесут большую пользу ВСУ из-за мощной системы противовоздушной обороны России. Издание «Политика» пишет, что контрнаступление ВСУ идет с большим трудом, и западные союзники Украины уже переключаются с безвозмездной передачей оружия Киеву на его ремонт. Это свидетельствует о том, что война будет продолжаться еще многие месяцы и даже годы. Список оборудования, отправленного в Украину за последние 17 месяцев, поражает как скоростью поставок, так и разнообразием. Он варьируется от немецких танков до американских гаубиц, от итальянских средств ПВО до британских, польских, канадских, французских и чешских машин, пишет издание. Однако немало техники было потеряно в бою. Необходимость починить эту технику и вернуть ее в бой становится более острая, чем когда-либо ранее. Служба новостей ABC News Австралия взяла интервью у австралийского наемника с позывным «Буш», который воюет на стороне ВСУ. По его словам, командиры ВСУ некомпетентные. Их решение подвергают солдат опасности. А за раскрытие подобной информации военным, в том числе иностранным наемникам, угрожают последствиями. «Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи продолжают умирать. Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения неприемлемы и, к сожалению, вредят Украине», – рассказал наемник. Украине и Западу грозится крушительное поражение, пишет британская газета «Телеграф». Давно запланированное контрнаступление ВСУ столкнулось с рядом проблем. Украинцам не хватает воздушного прикрытия и современных самолетов для защиты наземных войск от российских ударных вертолетов и истребителей. Украинские солдаты должны преодолевать километры минных полей, танковых ловушек, а также паутину, вырытых российскими военными траншей. Это изнурительное мероприятие занимает больше времени, чем готова ждать нетерпеливая международная общественность. Журнал American Spectator отмечает, что реальная ситуация в Украине не соответствует тому, о чем говорят западные политики и СМИ. Американской общественности непрестанно говорят, что российская армия некомпетентна и находится на последнем издыхании, а российская экономика – на грани краха. Но тогда почему украинский президент Владимир Зеленский во время саммита в Вильнюсе выглядел как неизлечимо больной фермер, пытающийся занять деньги под урожай следующего года, задается вопросом американское издание. Несмотря на поставки американских ракетных систем «Хаймерс», боевых машин «Брэдли», 155-мм артиллерийских «Гаубиц», немецких танков «Леопард-2», немецких боевых машин пехоты «Мардер-1», британских танков «Челленджер-2», британских крылатых ракет и прочего натовского чудо-оружия, украинское контрнаступление почти остановилось, не прорвав даже первую из трех оборонительных линий, возведенных российскими военными. Россия сохраняет твердый контроль над обширными районами Восточной Украины, населенных преимущественно этническими русскими, которые до ввода российских войск претерпели от украинских властей немало кровавых гонений, пишет American Spectator. Решение американских властей поставить кассетные боеприпасы Украине говорит об отчаянном положении на фронте. В связи с этим издание задается вопросом, если контрнаступление Украины продолжит давать сбои, не решит ли Джо Байден послать на фронт американских солдат. 20 километров ада, что говорят эксперты. Украинское контрнаступление заранее было обречено, и это понимали в американских и британских военных штабах. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале Билта обозначил независимый военный аналитик Александр Олесин. «Для наступления при отсутствии авиации необходимо колоссальное преимущество в артиллерийской мощи. Этого украинской стороны нет. Это касается не только количества артиллерийских систем, но и количества боеприпасов. Американские и французские артиллерийские установки обладают меньшим ресурсом стволов, чем российская или советская артиллерия. Таким образом, у ВСУ практически нет ничего необходимого для контрнаступления», – сказал Олесин. «Военный аналитик также отметил, что для контрнаступления необходимы в том числе инженерные машины. Те, которые могли бы обеспечить организацию прохода через минные поля, убирать заграждения. Всего этого у Украины нет. Есть данные, что Финляндия предоставила вооруженным силам Украины такую технику, но эту технику тут же уничтожили на поле боя», – добавил эксперт. По мнению Олесина, с самого начала в американских и британских штабах понимали, что контрнаступление обречено. «Их учили, что наступать без авиационного прикрытия, артиллерийского превосходства и саперных машин невозможно. Я бы сказал, что изначально это был злой, особо циничный умысел, когда на сплошную российскую оборону в несколько линий и рубежей отправили украинцев». «Эта операция заранее была обречена. Ее целью было поддержание пламени военного конфликта. Я не думаю, что у натовских генералов и планировщиков настолько упала квалификация, что они не могли предвидеть такой исход», – заключил Олесин. Украинское контрнаступление, на которое возлагали надежды в НАТО, оказалось профанацией. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале Белта поделился заместитель начальника факультета по учебной и научной работе начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси полковник Андрей Богадель. В соответствии с военной наукой это не контрнаступление вовсе, это обычное наступательное действие. Но самое интересное, что этот контрнаступ не успел даже начаться. Он проводился на уровне применения передовых отрядов. Фактически это была разведка боем. Богадель считает, что на фронте возникла ситуация, когда украинское контрнаступление провалено, а российская армия сама может перейти в наступление. В этой ситуации коалиция, которая создается в Польше и Румынии, это не что иное, как второй эшелон. Это то, что должно будет войти в Западную Украину и закрыть возможности для дальнейшего прохождения России. Но Владимир Путин сделал четкий посыл. Он сказал, что если поляки туда войдут, то там и останутся, подчеркнул он. Кроме того, добавил военный эксперт, Путин дал понять, что Россия будет стоять горой за Беларусь. Все эти моменты давно оговорены в концепциях, доктринах и других нормативных актах. В данном случае глава российского государства конкретно указал противника и последствия, которые его ждут. А эти последствия он обозначил еще в феврале. Владимир Путин сказал, что если дернутся, их ждет то, с чем они не сталкивались еще никогда. Если Польша войдет на территорию Западной Украины, то дни польского государства будут просто сочтены, заключил Богодель. Замдиректор Института стран СНГ Владимир Жарихин также констатировал провал контрнаступления ВСУ. Безусловно, наступление это провалилось, так и не начавшись. По сути, было в основном наступление с их стороны в чистом поле, артиллерийское подавление этого наступления со стороны России, использование доминирования наиболее опасных направлений со стороны России. Все это практически сводит на нет, даже попытки проведения контрнаступательной операции, заявил аналитик в беседе Стас, комментируя текущую обстановку в зоне проведения СВО. По словам специалиста, именно эти провальные попытки контрнаступления обусловили определенное трение между украинским руководством и руководством НАТО по поводу предоставления вооружений и снарядов. На самом деле ситуация такова, что уже понятно, что никакого прорыва в любом случае не получится, резюмировал Жарихин. Командующая группировкой войск-центр генерал-лейтенант Андрей Мордвичев считает, что запасу ВСУ хватит только до конца лета. Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа, потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут, но к весне, я думаю, это все закончится, заявил Мордвичев. Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что многие бригады ВСУ столкнулись с нехваткой элементарного. «У нас все думают, что в армии не хватает Атакамс и Ф-16, но в армии не хватает элементарного – автомобилей. На бригаду шесть машин – это за счастье. Можно посчитать, за сколько они перевезут шесть тысяч человек, когда надо выдвигаться в район. Пулеметов не хватает, минометов, стрелкового оружия. Ничего нет вообще в некоторых бригадах», приводит слова Арестовича страна. Он также заявил, что украинская пехота льет кровь литрами на Южном фронте из-за отсутствия у ВСУ истребителей Ф-16. Арестович считает, что если российским войскам после нынешнего наступления ВСУ дадут еще девять месяцев передышки, они обустроят не три, а девять – линии обороны. И тогда их не возьмет штурмом даже армия США. В целом Арестович допускает возможность оставить 20% территории за Россией, но при условии, что остальная Украина вступит в НАТО. «80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства, как они нам обещают, прекращаем войну и вступаем в НАТО. Могу сказать, это суперисторический шанс», заявил Арестович. Ранее Арестович уже заявлял, что Украине потребовалось бы еще два-три контрнаступления, чтобы выйти на границы 1991 года. При этом он не уверен, что западные союзники дадут оружие для этих операций в нужном объеме и вовремя. Также он давал прогноз о сроках продолжения войны. «В зависимости от поставок, три года вряд ли, но на два растянуться может. Два-три года», сказал Арестович. Интересен взгляд Арестовича и на послевоенное будущее Украины. Он в частности считает, что героизм украинского народа в перспективе обернется катастрофой. Когда военные вернутся, все увидят, что в быту базовый миф не работает. Будет миллион неустроенных, контуженных, нервных людей, которых государство не устроит, а общество испугается в очень короткие сроки. Потому что они привыкли решать силы автоматом. У них будет совершенно другой уровень требований, претензий. Через три месяца после окончания войны и в течение полугода у нас произойдет замена базового мифа. Военный – это может быть спаситель, но точно угроза в быту. Потому что мы не занимаемся качественно ни реабилитацией, ни подготовкой к этому. И ведем войну так, что у нас увеличивается количество травмированных в геометрической прогрессии. Когда пойдет замена базового мифа, мы будем абсолютно к этому не готовы. Это будет общественная катастрофа, считает Арестович. При этом он уверен, что государство поддерживает это, потому что общество и государство не обладают возможностями думать об альтернативах. Также Арестович сказал, что украинский народ устал до невозможности от войны, из-за чего растет доля психологических расстройств. О том, что у ВСУ нет значительного прогресса на Южном фронте, заявил бригадный генерал ВС США в отставке Марк Киммит. В интервью Wall Street Journal он заявил, что контрнаступление идет очень медленно. Это связано с российскими линиями обороны, которые Киммит назвал «20 километрами ада». По его словам, российские военные выстроили укрепление таким образом, что при их преодолении бронетехника должна поднимать свою переднюю часть, после чего становится возможным поражать танки в их самое слабое место – в днище. Ветеран американского спецназа Эрик Крамер, который обучает солдат ВСУ в Киеве, заявил, что потери украинской армии ужасают. «Я знаю несколько парней, которые работают в пункте приема раненых. Я не хочу называть цифры, потому что все это субъективно, но они наблюдают в три раза больше жертв, чем несколько месяцев назад. Это весьма ужасает», – рассказал он в интервью журналу Newsweek. Он также выразил сомнения по поводу того, что украинская армия когда-нибудь сможет полностью восстановиться. Тем не менее, ВСУ придется подниматься на ноги самостоятельно, поскольку Запад будет уменьшать свою помощь Киеву. Генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлоб считает, что без авиации армия Украины приближается к поражению. Он отметил, что ни одна западная армия не пошла бы в контрнаступление без воздушной поддержки. Келлоб также предположил, что в такой ситуации Украине скоро придется садиться за стул переговоров.